Девушки отдыхают Это блюдо с историей. Готовили его в знаменитом нью-йоркском ресторане «Дель Моника». И приготовили для одного тоже знаменитого человека. Это был банкир мистер Бенедикт. И в честь этого знаменитого человека назвали эту закуску, этот завтрак. Это знаменитый завтрак, который подают в шикарных ресторанах Лондона, Парижа, Нью-Йорка, Барселоны. Его можно встретить в дорогих отелях. Сегодня мы с вами научимся его готовить. И ты говоришь, что такой шикарный завтрак можно приготовить всего за 5 минут? Это очень легко и просто, это доступно, в этом нет ничего сложного. Единственное, что нам нужно научиться готовить с тобой соус голландский. С него мы и начнем. Давай. Это один из самых древних соусов, которые нам известны. Это соус на яично-сливочной основе. Для этого нам понадобится 3 желтка. Яйца должны быть комнатной температуры. Мы ставим их на водяную баню. Мы чувствуем, что миска уже горячая. С этим соусом нужно быть очень осторожным, потому что он сворачивается. Поэтому я кладу сюда яйца и буквально сразу начинаю их вымешивать. Ты только желтки положила? Здесь только желтки. Я их размешиваю. И буквально сняв с огня, кладу сюда 3 столовые ложки горячей воды. И тоже нужно, чтобы не свернулось. То есть, в принципе, постоянно все мешать. Этот соус готовится очень быстро. Буквально считанные минуты подают его перед тем, как выносить блюдо в зал, горячим. А это что? Это сливочное масло растопленное. Оно подогрето. Температура его приблизительно 60 градусов. То есть мы разогрели в микроволновой печи его и дали ему немножечко остыть. Я сюда использую белый перец для того, чтобы наш соус не потерял цвет. Белый перец, он обладает похожими свойствами, как и черный, только он не меняет цвет соуса. И немножечко соли. Мы дожидаемся, пока яйца начинают загустевать. Этот процесс происходит, можно его заметить, по цвету. То есть желток начинает темнеть. Мы тоненькой струечкой начинаем вводить сливочное масло. Таким образом наш соус заваривается. Он не будет кипеть у нас. Он будет вести себя приблизительно как заварной крем. Мы же тоже не дожидаемся того момента, когда он закипит. История этого блюда такова. Мистер Бенедикт, посетив нью-йоркский ресторан Дель Моника, пришел туда в энный раз и попросил шеф-повара приготовить ему что-нибудь новенькое. На вопрос шеф-повара он ответил, что когда-то его тетушка готовила ему яйца пашот с голландским соусом. Это была прекрасная идея. Настолько был восхищен шеф-повар, что он даже поэкспериментировав с этим блюдом, он приготовил его в тот раз с ветчиной. Мы же будем класть слабосоленую семгу. Он его включил в меню ресторана, и это блюдо пользовалось сумасшедшей популярностью. И потом очень многие рестораны великих столиц мира использовали этот завтрак в своих ресторанах. И мы сегодня готовим на завтрак закуску яйца Бенедикта. Вот он загустел до вот такой вот консистенции. Он похож на жидкую сгущенку. И его нельзя перегреть, иначе масло отслоится. То есть держать его на водяной бане нужно не больше пяти минут. Когда вы увидели, что ваш соус уже начал загустевать, вы снимайте обязательно его с водяной бани, он дойдет в соуснички. То есть он станет более густым по мере остывания. Какой же он красивый. Я хочу попробовать соус. Чувствуется насыщенный яичный вкус. Мне это напоминает жидкий-жидкий омлетик. У нас такой себе яичный завтрак, яичный соус. И мы будем еще яйцо пашот готовить. А сейчас что ты делаешь? А сейчас мы будем готовить суперполезный шпинат. Мы с тобой его очень-очень любим. Я его немножечко проблоншировала, приварила буквально несколько минут. Отжала лишнюю влагу. Мы его немножечко нарежем. Недавно на нашей кухне мы с Эктором готовили его любимый завтрак. И там тоже был шпинат. Шпинат настолько полезный, что, по-моему, все повара в своем арсенале обязательно имеют блюдо со шпинатом. Мы немножечко прогреем шпинат, буквально 5 минут на сливочном масле. А теперь мы займемся приготовлением яйца пашот. О, это, по-моему, целое искусство. Совершенно верно. Ты уверена, что у всех это получится? Есть такая вот история, что их боятся готовить, думают, что это очень сложно. Сегодня я научу вас готовить двумя способами, и у вас уж точно это получится. Нам понадобится для этого чашка небольшая, немного пищевой пленки, кисточка и подсолнечное масло. Мы смажем нашу пищевую пленку обильно сливочным маслом. И края обязательно не забудьте. Если вдруг кто-то подзабыл, яйца пашот – это яйца, сваренные без шкарлупы. Нам нужно разбить яйцо в мисочку чистую, без воды. И если у вас отделился желток от белка, это говорит о том, что яйцо не свежее, не стоит его приготовить ни в коем случае. Свежесть яйца можно определить по кругу, который образовывает белок. Он более плотный, чем остальной, по кругу желтка. Это говорит о том, что яйцо свежее. Яйцо можно приготовить в пашоте, если ему не больше 10 дней. То есть смотрите обязательно на срок годности, когда покупаете яйца. Мы его выливаем в нашу пищевую пленку и завязываем на узелок. Насколько плотно к яйцу должна подходить эта пленка? Воздуха вообще не должно остаться? Ты знаешь, мы практически его удалим, этот воздух, для того, чтобы не было у нас никаких щелей, туда не зашла вода. Мы завязали вот такой вот узелок и отправляем наше яйцо. Что же самое главное в приготовлении яйца пашот? Самое главное не передержать его там, ну и не доготовить. Ах, прям золотая середина нужна. А как ее определить? Это можно увидеть по состоянию белка. Вот этот белок, который образовывается, он должен быть полностью белым. В то же время желток внутри должен быть жидким. И если вот так разрезать яйцо пашот, то он должен вылиться оттуда. Все-таки это сложная наука, варить яйца пашот. Кто же первым приготовил это блюдо? Опять же, наши с тобой любимые французы приготовили его впервые еще в 16 веке, как говорит нам история. Но первые данные были зафиксированы в Нью-Йорке в 20 веке. Хотя есть такая информация, что в первой кулинарной книге появилось упоминание еще в конце 19 века. Более запутанная история я еще никогда не слышала. Совершенно верно. Теперь мы приготовим яйцо пашот вторым способом. Для этого мы опустили шумовку в сотейник. Опять же, в сотейнике нашем кипела вода. Если мы уверены в том, что наше яйцо свежее, а мы в этом уверены, у нас есть дата, то мы не добавляем туда ничего, кроме соли. Если же вы не уверены, то обязательно нужно добавить 2-3 столовые ложки уксуса. Что благодаря уксусу произойдет? Мы будем уверены, что мы не отравимся. Сейчас у нас опять насыщен процесс кипячения. Для этого я сниму сотейник. Не вижу уже ни одной бульбашечки. И аккуратненько выливаю сюда яйцо. Образовываются такие вот клубы, как ты видишь. Яйцо имеет пористую структуру. И я даю ему буквально немножечко постоять. Уже сняв с огня, но он туда обязательно еще раз отправится. Ну что, наше яйцо практически готово. Оно проведет там еще буквально одну минутку. А мы с тобой выложим микс-салат на тарелочку. То есть это смесь салатов, которые нам нравятся, да? Да. В данном случае это просто рукава или рукава, как ее любят называть иногда. Мы выкладываем ее в центр горкой. Булочку. Сверху немного шпината. Как мы определили, что шпинат уже готов для этого блюда? Он потемнел. Мы распределяем шпинат по булочке. Довольно щедро. Затем мы нарезаем лосось. Или ветчину, как в оригинале ты говорила. Совершенно верно. Лосось, он очень полезен. В нем огромное количество омега-3 кислот находится. Поэтому на завтрак, это самое, что не наесть нужный продукт для завтрака. Отделив воду, мы можем выкладывать второе яйцо на нашу лосось. Лишнее яйцо, если оно у нас где-то есть, мы удаляем. Хорошенько выпускаем воду и выкладываем его на слабосоленый лосось. Именно так и должно выглядеть яйцо пашот, да? Да, совершенно верно. Что касается второго яйца, для этого нужно нам развязать пленку. И сверху поливаем нашим идеальным голландским соусом. Красота получается! Здесь такие соцветия, которые действительно дадут заряд бодрости с утра. Зеленый салат, свежая булочка, оранжевая семга, яйцо пашот и желтый голландский салат. А как это вкусно, Наденька! И я предлагаю вместо традиционного чая или кофе приготовить тыквенно-медовый молочный коктейль. Готовить это буквально одну минуту. Мы, допустим, спекли вчера тыкву, кушали ее на десерт, на ужин. И тыкву, которая у нас осталась, мы приготовим из нее молочный такой вот коктейль. Нам понадобится где-то 300 граммов печеной тыквы. Безусловно, нужно выбирать сладкую тыкву. Если же тыква не очень сладкая, я бы добавила тогда немного меда вместо сахара. Безусловно, это гораздо более полезно. И приблизительно 250 граммов молока на такое количество тыквы. Начинать утро с тыквы – это правильно, потому что в тыкве, как мы знаем, огромное количество полезных веществ. Это очень вкусный коктейль, его обожают мои дети, и я приготовлю его в осеннее время очень часто. А сочетание тыквы и молока для ребенка с утра – это то, что нужно. Совершенно верно. Добавлю немножечко все-таки меда. Мед придаст еще и неповторимый аромат. И еще тыква, ты помнишь, я уже говорила об этом, очень любит корицу. Поэтому в этот коктейль я добавляю корицу. Полезные свойства корицы, о них можно говорить очень много. Но самое главное, конечно, безусловно, это то, что она нейтрализует сахар в крови. Ее рекомендуют употреблять в еду для больных с сахарным диабетом. И даже тот сахар, который содержится в меде, она все равно его нейтрализует. Ну а тыква просто необходима тем, у кого повышенное давление. Ты знаешь, он прекрасно тянется даже через трубочку, этот коктейль. Это сочетание молока и тыквы, оно просто идеальное. Вот ты попробуешь, ты поймешь, о чем я говорю. Настоящий праздничный завтрак. Ты знаешь, это не только очень вкусно, но это очень полезно, то, что мы с тобой сегодня приготовили. Это настоящий, сытный, полноценный завтрак для всей семьи. Ну, тут, можно сказать, действительно, несколько ингредиентов, которые способны зарядить с утра и на весь день. Когда мы разрезаем яйцо, оттуда вытекает желток, и это добавляет этому блюду особенный такой вот вкус. То есть сочетание свежего желтка, потекающего, плюс этот голландский соус, у этого блюда действительно очень хороший вкус. Очень хочется попробовать. Привычный вкус яйца в смятку, которую мы так любим. И оригинальные добавки, например, семга и шпинат. Получилось великолепно, по-настоящему празднично. Этот завтрак я никогда не забуду. И у нас еще есть тыквенно-молочный коктейль. Для тех, кто ценит вкусовые и питательные свойства тыквы, этот молочно-тыквенный коктейль – настоящий праздник. Здесь есть все необходимое для того, чтобы наш день удался с самого утра. Спасибо тебе, дорогая. На здоровье. Кушайте, будьте здоровы. Для приготовления закуски яйца Бенедикт нам понадобится Несладкая булочка или круассан, яйца, шпинат, слабосоленая семга, микс-салат, оливковое масло, сливочное масло, лимон, соль и перец. Сварить яйцо пашот. Шпинат протушить в сливочном масле. Для голландского соуса на водяной бане смешать 3 желтка с 3 ложками горячей воды. Аккуратно ввести сливочное масло и сок половины лимона. Посолить, поперчить по вкусу и перемешать до нужной консистенции. Булочку разрезать пополам, верхнюю часть подсушить на сковороде или в тостере. Уложить микс-салат на дно тарелки, сверху положить половинку булочки, покрыть шпинатом, слабосоленой семгой, сверху положить яйцо пашот и полить голландским соусом.